Здравствуйте! В эфире город С и Татьяна Дмитриева. Как в этом году расцветает Самара? Сколько растений будет высажено на улицах и в скверах? И чем горожане могут помочь озеленителям? Об инженер муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» Надежда Малыхина. Здравствуйте, Надежда Кузьминична. Скажите, пожалуйста, у вас предприятие много профильное. А какие направления деятельности предприятия вообще существуют? И может быть, со временем они как-то меняются или нет? Или в основном это традиционно? Наше предприятие занимается такими видами работ, как санитарная обрезка деревьев, омолаживающая обрезка деревьев, валка сухостойных аварийных деревьев, корчевка пней, самочистка дорожек в скверах. Это зимние виды работ. Летние виды работ – это, значит, уход с зелеными насаждениями согласно контракту. Значит, потом идет у нас посадка цветов однолетних, многолетних, луковичных, устройств газонов, содерновка или посевные газоны мы делаем. И также посадка деревьев и кустарников. Это в осенний период. А вот весь этот посадочный материал, он где готовится? Вы его закупаете или у вас есть возможность как-то его выращивать, проращивать тоже? Наше предприятие имеет свое оранжерейно-парниковое хозяйство. Это хозяйство занимает где-то почти 3 гектара, чуть-чуть побольше 3 гектаров. И также питомники у нас, два питомника в поселке, значит, Алексеевке и в поселке Смышляевка. Общая площадь питомника почти 53 гектара. Там выращиваем свой районированный посадочный материал, закупаем, добавляем, значит, организуем в школу крупномерных деревьев, высаживаем крупномерные деревья. А в парниковом хозяйстве выращиваем все однолетние цветы, которыми украшаем город. Потому что это же очень важно, вот семена, вот эти вот саженца, чтобы все было качественное. А когда вы сами над этим работаете, наверное, вы уверены в том, что и хороший материал будет посадочный. Ну, у нас, как бы, закупки семян на следующий сезон обычно начинаются где-то в ноябре, в октябре месяце предыдущего года. Мы подбираем, значит, сорта, которые мы хотели бы видеть из своих объектов, подбираем ассортимент, значит, растений, подбираем поставщиков. А затем мы ведем торги, и, значит, тот поставщик, который выиграет, значит, поставку семян, то, значит, он будет с нами работать и эти семена поставлять. Но мы стараемся поставить такие требования, чтобы работать мы могли только с профессиональными поставщиками, которые имеют свои поля, на которых они проводят, значит, апробацию этих своих растений. Мы уже смотрим конкретно по поставщикам, и такие требования ставим в тех заданиях. Вот сейчас вторая половина мая. Для вас это время каких работ в основном? Что сейчас происходит? Вообще весна у нас начинается в декабре. Первые посевы в оренджереях мы проводим где-то в декабре месяце. Там тогда сеется пеларгония и бегония, потому что они очень медленно растут, очень долго. Для того, чтобы мы могли их высаживать в мае месяце, мы их высаживаем в этот период. Последующие уже посевы мы производим, конечно, уже попозже, где-то конец февраля, начало марта. Некоторые уже в марте месяце, а некоторые растения, у которых быстрый срок вегетации, они даже высеваются где-то в апреле месяце бывают. Но сейчас настоящий момент, у нас очень горячая пора. В этом году у нас стартовала программа «Цветущий город». Она рассчитана на 2016-2020 годы. Согласно этой программе, мы должны увеличить площадь цветников практически в два раза. В прошлом году где-то около 16 тысяч было, в этом уже будет 20 тысяч, а потом, конечно, будет все увеличиваться и дойдет до 40,5 тысяч метров квадратных цветников. Это к 2020 году. Но как раз 2018 год проведения чемпионата мира входит в этот срок. И у вас будут какие-то тематические к этому времени высадки, я даже не знаю, какие-то конструкции, может, объемные, посвященные чемпионату мира по футболу? Ну, в прошлом году на фестивале цветов, который проходил в парке «Дружба», уже была демонстрирована топиарная фигура, футбольный мяч, который сделан из искусственного газона. И он был монтирован в парке «Дружба», и вокруг располагались цветники. Даже есть фотографии в интернете, может быть, если увидите. В этом году тенденция продолжится. В преддверии чемпионата мира будут закупаться еще футбольные мячи. В этом году планируем поставить их на площади Мочилова, потом на развязке Гагарина-Тухачевского, на территории, которая прилегает к парку «Дружба», ну и на других объектах. А вообще вот эти объемные конструкции, они будут другие еще какие-то? Вот такая тенденция сохранится? Это же так интересно как-то, необычно. Да, эта тенденция сохранится, она будет продолжена в следующие годы, будут подбираться другие объекты. Это те, которые задействованы, значит, гостевые маршруты. Это улица Солнечная будет, может быть, сквери на Солнечной поляне на следующий год. Вот будут, подбираем определенные, значит, конструкции, которые предлагают поставщики с тематикой вот чемпионата мира 2018 года. А как горожане относятся к таким новинкам? У вас есть обратная связь? Вот как вы мнение горожан, в какой момент можете выслушать, что-то поправить или поставить, где просят что-то? Ну, вы знаете, дело в том, что, конечно, есть звонки, есть предложения какие-то. Это сами эти предложения стараемся учитывать. Вот. Очень много в прошлом году у нас была конструкция, наверное, видели, с объемными, значит, цветами, с ампельными сруфениями. В этом году мы закупили их практически в три раза больше. И в этом году мы закупаем еще дополнительно вертикальные конструкции, вот каскады, которые сделаны из ковкой. И также закупаем кашпо, которые будут установлены на перекрестках, на ограждениях. В улице, например, на улице Солнечной будет также устанавливаться эти конструкции. На улице Советской Армии, на улице Гагарина будет устанавливаться, улица Куйбышева, улица Коммунистическая. И, значит, вдоль дорожно-тропиночной сети, начинаем, уже очень много, наверное, заметили, посадили уже цветов. Да. Это такая улица, вот улица Коммунистическая сейчас посажена, улица Ульяновская, улица Малодогвардейская, улица Солнечная, проспект Кирова, Старозагора, Победа будет, Гагарина. В общем, стараемся посадить цветники на тех улицах, которые, значит, больше приезжает транспорта, чтобы люди могли увидеть, порадоваться вот этим вот цветникам. А вот, в свою очередь, не могу не спросить, горожане вот как-то мешают работе озеленителей, выкапывают цветы, срывают, или таких случаев становится меньше? Вот на что бы внимание самарцев вы сегодня обратили? Потому что бывает, наверное, всякое. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы горожане больше относились, больше любови к нашему труду, потому что этот труд очень тяжелый, очень, значит, в любую погоду, и в солнце, и в дождь. Наши мастера работают очень давно, и, значит, оранжерей наше хозяйство, там, где выращивают, имеют сплоченный коллектив женщин, которые очень долюбивы, и над каждым они растением, значит, дышат. И душу вкладывают. Да, душу вкладывают. Хочется, чтобы, конечно, не у человека росло там на балконе, для этого можно пойти, и сейчас в свободной продаже очень много цветов продается, и купить. А вот то, что высаживается в городе, чтобы вот сохранялось, чтобы, конечно, люди все-таки старались их не выкапывать на своей даче. Да, значит, такие факты все-таки есть. И такие факты, конечно, есть. Но, может быть, они стали меньше, потому что люди привыкают к тому, что город становится чище и красивее. И, конечно, хотелось бы, чтобы вот все это сохранило до самой осени. А вообще, вот если вы уже так давно работаете, я знаю, на этом предприятии, вот Самара – это город в основном каких деревьев больше всего и каких цветов? Вот если бы вас спросили, Самара – это город какой растительности? Вы бы как определили? Ну, вы знаете, у нас очень хорошо растут и липы, очень много лип, березок очень много, тополей пирамидальных очень много, большие красивые тополя на Московском шоссе также были посажены нашим предприятием. Практически все объекты, которые в городе прошли озеленение… Каштаны вот. Каштаны очень красивые. Красивые сейчас распускаются. На Ленинградской очень много каштанов тоже было посажено во время реконструкции. А цветы? Вот какие-то новинки появляются? Или в основном традиционно одни и те же высаживаете? Ну, стараемся брать цветы, которые, конечно, чтобы они подходили к нашим климатическим условиям. Но большая, значит, доля падает на бархатцы. Но бархатцев сейчас очень много разных сортов, которые имеют очень крупную шапочку, головку, которые, значит, по сравнению с теми, которые были раньше, они, конечно, более эффектно смотрятся, более красивы. Петунии очень много. Сальвии мы сажаем в торжественных таких местах памятных, например, около площади памяти высаживаем достаточное количество сальвии. Да, они красивые, красного цвета. Раз вы о них заговорили, у нас есть сюжет как раз о посадке вот таких цветов. Мы его посмотрим, а потом продолжим. Хорошо. Картина буквально сказочная. Море цветов. В этом кузове тысячи петуний. И все они украсят клумбы рядом с площадью Кирова. Из питомника цветы приезжают вот в таких деревянных ящиках, а в них маленькие горшочки. Такой способ транспортировки наиболее комфортен для растений. После высадки они приживаются очень быстро. Цветы петуний очень нежные, будто крылья бабочек. При этом краса цветников из семейства посленовых, то есть родственница огородных королей картофеля и томата. Южные петунии прекрасно освоились на волжских широтах. И все лето обильно цветут по всей Самаре. На площади Кирова белые, красные, лиловые петунии нашли прекрасное соседство с тагетисами. На клумбы цветы переселяют в соответствии со специальными схемами по канонам ландшафтного дизайна. У нас есть специалисты, которые рисуют нам рисунки, выдают нам, и мы по ним уже размечаем и потом сажаем. У нас в теплицах очень много выращиваются, там они тысячами. А нам, соответственно, вот сколько нужно на рисунок по размеру, столько и уберем. Перед посадкой грядки подготавливают, скапывают и рыхлят, чтобы цветы лучше принялись. Дальнейший уход будет несложным и довольно бюджетным. Рыхление и полив. 2660 петуний украсит этот сквер. Чтобы разместить красоту по клумбам, нужно несколько часов. Работать не скучно. Жители города подбадривают. Столько цветов в Самаре еще не было. По площадям, даже во дворах люди уже цветы сажают как-то. Ну, красиво делают. Город преображается, конечно. Чистота – это великолепно. Я считаю, украшение – это всегда хорошо. Мне очень это нравится. Я всегда любуюсь, я здесь часто бываю. В этом году по программе «Цветущий город» в Самаре цветами украсят почти 20 тысяч квадратных метров парков, скверов, бульваров и улиц. В связи с такими изменениями она станет, я думаю, лучше намного. И чем больше таких будет мест, я думаю, будет лучше для всех. Расцветать город будет и в перспективе. За пять лет площадь цветников планируют увеличить в три раза до 40 тысяч квадратных метров. Такими темпами у Самары есть все шансы стать еще одной столицей – цветов по Волжье. А мест, где цветы будут кстати, достаточно подключиться к масштабному озеленению, приглашают жителей и предпринимателей. Программой предусмотрены также установка ландшафтных скульптур, устройств для мобильного и вертикального озеленения, высадка цветущих и декоративно-лиственных кустарников, проведение городского фестиваля цветов. А насколько город наш уже зеленый? Или вот до какого времени посадки продолжаются? Ведь цветы растут, цветут они в разное время же, да? Одни там весной, другие летом, третий ближе к осени. Они вот вообще, вот эти работы по посадке, они до какого периода будут продолжаться? Ну, вы знаете, мы начинаем посадки, для того, чтобы город весной был красивый, это где-то в сентябре, в конце сентября месяца, предыдущего года. Мы высаживаем в это время луковичные цветы. Это закупки проводим тюльпанов, такие сорта красивые, алые. Это как лалибелло, то, что выращено на площади памяти. Желтый – это стронголд, белый – антактика, розовый – алгавр. Вот в этом году, конечно, нас тюльпаны очень порадовали своим цветением, своим пышным цветением и разнообразием окрасок. И ежегодно, конечно, подбирается ассортимент, который будет высаживаться на каком-то определенном объекте. Может быть, сочетается, например, на развязке Старо-Загора 22-й парсиест. Одни круги выполнены из желтых тюльпанов, другие круги выполнены из алых тюльпанов. Алые тюльпаны отцветают пораньше, желтые – чуть попозже. И поэтому получается, что цветение за счет этого продолжается немножко подольше. А сейчас на их место, практически сегодня, там уже начинают высаживаться летники. Но летники обычно мы высаживаем где-то в течение конца мая, ну и где-то числа, да, 25 июня. А в последующее время уже проводятся уходные работы. Ну а уходные работы в основном заключаются в поливе и, конечно, подкормке. Если растение не кормить, то, естественно, не получишь декоративного эффекта. Обязательно подкормки. Подкормки мы ведем большую часть вечерней часы, чтобы, значит, не произошел ожог. Или, значит, в основном идет под корень, подкормка. Едут новые вот эти машины у нас, маленькие мультикары, их заправляют, значит, как сказать, удобрением, делают раствор специальный в том количестве, который необходим. И дается, значит, водителю задание на то, чтобы вот он сегодня подкормил определенное количество цветов на объектах. Вот хорошо реагируют на подкормки очень петунии, которые в прошлом году нас тоже очень порадовали. Мы закупали, и в этом году, я как уже сказала, что закупили вот черенки сурфини, которые не дают семян. И они пышным цветом, конечно, практически до конца сентября, уже в начале октября, они еще нас радовали своим цветением хорошим. У вас появляется так много конкурентов, во дворах жители сами уже стали высаживать цветы. Может быть, какие-то советы можете им дать? Потому что они не такие уж, наверное, большие специалисты. Ну, посадки, конечно, желательно производить в хорошо разработанную землю, чтобы, конечно, слой почвы был плодородный не менее 30 сантиметров. Но там, где такой возможности, конечно, нет, но желательно хотя бы проводить после укоренения растений. Это где-то в течение 14 дней растение укореняется. Потом уже нужно проводить, значит, вот подкормку удобрениями, которые практически продаются в любых цветочных магазинах, в садовых центрах продаются. Но удобрения можно проконсультироваться и у продавцов. Можно проконсультироваться у продавцов для однолетних цветов. Главное, чтобы подкармливать, потому что не посадил, воткнул и в землю, и дальше пошел. Да, и дальше пошел. Потому что цветы... Рыхлить обязательно почву нужно после дождя или после полива, потому что образуется корка, и через, значит, эту корку потом уже тяжело поступает воздух, кислород корням, корни плохо развиваются, и, естественно, растения тоже плохо развиваются, потому что питание уже нарушается. Поэтому нужно обязательно их рыхлить. Да. А скажите, а как вы разрабатываете ландшафтный дизайн? Потому что объемы большие, да, вот посадочные, вот там вот в скверах еще. А кто вот следит за дизайном, чтобы это было красиво? Как вот у вас вот эта работа выстроена? У вас есть такие специалисты? Не просто же вот вышла, бригада посадила, кто как, кто во что гораздо. Нет. Дело в том, что в течение всего, значит, зимнего периода, это тоже вот начиная где-то с декабря месяца, проводятся, значит, работы по тому, что какую рассаду мы, значит, должны вырастить на следующий год. Конкретно по каждому объекту есть размеры цветников. Тот, значит, ширина, длина цветника, в котором будут высаживаться цветы. И согласно уже вот этим размерам подбирается рисунок. Рисунок может быть, значит, ежегодно новый рисунок, или, значит, рисунок остается прежним, меняется ассортимент растений, что... Но в основном, конечно, вот сейчас на улицах, которые идут до ЛюДС, цветники, они все разрабатывались в этом году практически новые, потому что это все вновь идут посадки. И, значит, конечно, нужно было делать... Там необходима норма, у нас есть норма посадки на один метр квадратный растений. Например, тагитис высаживается 40 штук на квадратный метр. Ценерарий у нас высаживается, например, 45. Капуста только 12 из-за того, что она достаточно большая, крупная. Герань 25 штук на квадратный метр. И согласно этого уже по рисунку рассчитывается норма на каждый рисунок. На каждый рисунок. И затем, когда приходит весна, и, значит, определяются бригады, которые будут проводить работу на данном объекте, у нас за каждой бригадой закреплены свои объекты. Например, в Самарском районе работает один мастер, в Ленинском районе у нас два мастера работают, в Кировском тоже один мастер. И, значит, каждому мастеру делается папка с рисунками и, значит, с указанием цветников. Даже там расписывается буквально все, в каких, значит, горшочках или в кассетах должны быть посажены эти цветы. В зависимости от того, от важности объекта. Например, на площади памяти мы высаживаем, конечно, все растения цветущие, все горшки. А где-то, если более такое второстепенное, что можно немножко подождать, можно посадить в кассете уже с набравшимся бутоном, который расцветет практически через неделю-полторы. А сколько лет у вас такие знания фундаментальные по высадке? Сколько лет вы уже работаете в этом предприятии? Я работаю уже 40 лет на данном предприятии. Да, и вот наш город озеленялся и вашими руками, да, наверное, вот столько времени? Ну, вот сколько... Конечно, да. Да, наверное, если посчитать, сколько вы высадили цветов и деревьев, наверное, лично, или там курировали работы, то, наверное, целый действительно цветущий, огромный будет... Ну, из последних наших, конечно, достижений у нас была проведена, начиная с 2011 года, реконструкция набережных. Это набережная первой очереди, набережная второй очереди, третьей очереди. В общем, практически там полностью было, значит, менялись все видовой состав, высаживались. Вот на второй очереди старались высадить те растения, которые были запроектированы раньше, согласно первого самого проекта. Вот, начиная со стороны Волги, высаживались, значит, яблони. Да. Потому что потом, значит, шли липки, потом, значит, тополя, чтобы сохранить облик той набережной, которая была прежде. Да. Вот знаете, не могу не спросить. По-моему, в прошлом году на какой-то очереди набережной я заметила пальму, вот такая там катка большая, и пальма стояла на набережной. Как вы к этому относитесь? Потому что пальма – это не наше растение, не наш климат, такое новшество. Там фотографировались горожане около пальмы, но меня несколько как-то думают, ну как же, это же не растение средней полосы, не наша вот красота и природа. Тут она как-то вот, как белая ворона. Ну, нет, вы знаете, дело в том, что это как бы… Дело в том, что это как раз во время реконструкции было, значит, предложение, что там украсть этими пальмами. Но иногда даже, когда люди фотографируются рядом с пальмами, все почему-то думают, что это южный город, и даже не понимают, что это все сделано в Самаре. Ну, можно вводить южные растения. Мы же привыкли к тому, что у нас в последнее время на улицах очень часто растут туи, и что выставляются в катках, у нас очень много туи. Поэтому, как бы, если растение хорошо, оно… Для разнообразия можно? Для разнообразия, для ассортимента, для увеличения ассортимента. У нас сейчас очень много спирей разных сортов, видов, чубушников разных сортов, пузыреплодники. Это самое, спире серый сейчас в настоящий момент очень красиво цветет на объектах. Вот на набережной высаживались, когда была реконструкция, там тоже высаживались можжевельники, высаживались тульки, высаживались пиреки. Вообще такое разнообразие, да, в последнее время появляется. Да, и очень красиво смотрится, и, конечно, радует людей, и посетителей, во время цветения особенно. Да, и по деревьям. Вы сказали, что большой объем работы деревьям, как бы, вот, предприятиям уделяется. Вот это время, май, вторая половина, это что происходит с деревьям? Спил или что? Вы зачем следите? Потому что, вот я сегодня шла на работу тоже, ваши, по-моему, машины вашего предприятия собирали ветки уже отпиленные? Или вот какие-то вот, которые там... Ну, вы знаете, посадка деревьев в основном она производится где-то с 10 мая и заканчивается она где-то концом мая. Следить вот за старыми же тоже нужно? За старыми, да. И в любое время года, наверное, да? В любое время года, когда идет, значит, например, у нас объект закрепленный, да, согласно контракту, например, какой-то сквер, обязательно там убираются все сухие ветви у деревьев. Если дерево заболело, там, пришло в аварийное состояние... Или вот ветки, вот провода, даже троллейбусные иногда заходят, вот идешь и видишь, что вот около дороги прямо разрастается так дерево, что касается проводов каких-то там электрических. Это тоже к вам? Нет, провода, где уличные насаждения относятся к МП благоустройства в настоящий момент. Если они в основном или работают сами, или заключают договора с нами. У нас только в основном мы сейчас работаем на своих вот скверах, своих бульварах, на своих транспортах развязки. Понятно. Вот тоже нужно разделять, чтобы понимать, вот с чем к вам обращаться, горожанам, да, вот с каким-то там предложением. Когда они нам, это самое, звонки поступают, мы объясняем, к какой организации относятся данные, значит, это самое, зеленое насаждение, и уже тогда они обращаются. Если это на нашей территории, то, конечно, мы выезжаем, смотрим. Ежегодно в августе месяце проводится, значит, выбраковка деревьев. Делаются, составляются акты, определяются те деревья, которые уже не имеют декоративности, или действительно аварийные, сухие, их помещают. Вот знаете, Надежда Кузьминовична, остаются пни таких от срубленных деревьев. Мне кажется, не очень красиво. Ну вот как-то с эстетической стороны. Такие пни большие. Вот у нас около дома срубили дерево огромное такое. И вот этот пень посреди дороги остался. Вот как-то с этим решаются вопросы. Ну на наших объектов нет. У нас не остаются пни. У нас есть машина, которая специально эти пни проводит корчевку. А то, что нельзя уже это самое убрать, потому что иногда бывает так, что дерево спилили, а там где-то внизу находятся сети, корневая система далеко распространилась. И если просто вот их, как бы сказать, выпилить, эти корни, то можно там повредить. И поэтому их просто делают заподлицо, засыпают, и засевают рядом вокруг газоном, а со временем эти корни перегнивают. А дерево уже сажают где-то непосредственно близости. Да. Все-таки предполагается, что на месте вырубленного нужно сажать дерево, да, вот восполнять. Где-то рядом, да. Вот если вот, например, взять сквер Высоцкого, может, вы его знаете, этот сквер. Помните, как раньше там было столько визов неприглядно, кстати, летели семена, вот эти вот заполоняли буквально все. В настоящее время сейчас там очень много посадок лип красивых, там много хвойников появилось, и туи, и ели, и можжевельники виргинские, и липы красивые. Они достаточно хорошо уже поднялись, и, конечно, со временем они уже будут такие красивые, большие. Да, какая красота. Вы, наверное, как такой большой специалист с огромным стажем уже ездили по другим городам и всегда, наверное, сравниваете. Вот здесь такую-то композицию, вот здесь такие-то растения высадили. Какие-то идеи вот к нам пришли из Ваших личных наблюдений в наш город? Или у нас и так все хорошо? Нет, ну, конечно, дело в том, что любой город, он своеобразный. Я в прошлом году была в Сочи, конечно, мне там очень понравилось. Но там очень много южных растений, тех, которые они не могут у нас зимовать. Хотя вот пальмы пришли все-таки. Ну, пальмы пришли, да. Но что хочу сказать, цветники у нас лучше в плане ассортимента, в плане видового состава, сортов. Вот там практически крупной шапочки я не увидела. Ни у тагетисов, ни у петуни, как-то больше мелкоцветки. А у нас, конечно, вот они даже выставляем фотографии, значит, люди говорят, что красивые цветники в Самаре. Особенно мяч вот на площади Куйбышева, сделанный из бегоний. Он уже второй или третий год у нас, как бы в преддверии чемпионата мира, когда там сделан. И, конечно, он хорошо, красиво смотрится, объемная такая фигура. А удается зарабатывать, допустим, ту же рассаду продать предприятию, еще там услуги по ландшафтному дизайну, еще чего-то. Как-то вот так расширить сеть услуг. Мы можем проводить работу по устройству каких-то газонов, по посадке цветов. Как хорошим специалистам можно обращаться, да, с какими-то вот... Да, да. Мы работали, в прошлом году мы, значит, проводили цветочное оформление в парке города. В этом году мы тоже где-то к 9 мая высадили уже 203 метра с Альви, парке «30 лет победы». Да, да, да. Вот мы работаем с Ассада, это ассоциация дорожная, служба федеральная по московскому шоссе. В этом году мы будем сажать цветники в обновленном сквере «Мир». Там тоже большое количество достаточно этих цветников. В общем, все организации, которые такие вот достаточно крупные, большие, могут обращаться к нам, и мы проводим эти работы. Мы сотрудничаем. Ну, в основном, конечно, вся эта красота для горожан, и, как я уже говорила, сами жители, жильцы дворов подтягиваются и тоже высаживают. Давайте посмотрим сюжет, как происходит этот процесс, а потом будем завершать разговор. Валентина Конухина первая во дворе на выгрузке нового чернозема. Помогает рабочая закалка. Валентина 17 лет руководила профсоюзом на заводе «Клапанов». Теперь отвечает за порядок в своем дворе. Наводников 44. Чего только стоит привести его в порядок после зимы. Мусор убрали, бордюры покрасили. На очереди декоративные заборы и клумбы. Чтобы их разбить, заказали в районной администрации грузовик земли. Поживем и видим, какая она, откуда она привезена. Если она плодородная, быстренько будет все расти. Экологически чистый чернозем высокого качества привозит со специального полигона. В 80 дворов Самарского района этой весной получат новую землю в свои полисадники. В семи из них уже ведутся аграрные работы. К завезенной земле предъявляются соответствующие требования, в том числе и по содержанию гумуса, не менее 4%. Она потом еще сдается в лабораторию. Тогда можно ее высыпать во дворах. Все серьезно, на самом деле. Зачем нам себе искать другие проблемы, если она заражена или загрязнена другими растениями. Потом жильцам это мы сделаем хуже. Мы такого лучше не допускать изначально. С нового года районные администрации сами себе хозяева по благоустройству территории. Пожелания жителей обязательно учитываются, а работать по конкретной заявке проще и эффективнее, считают руководители Самарского района. При этом грунт не просто завозят во дворы, рабочие сразу разравнивают землю по всему газону. Всего в этом месяце закупили для посадки цветов и деревьев 350 кубометров высококачественного грунта. Должно хватить всем желающим. Не ошибается тот, что никто не делает, но мы это в оперативном режиме, в рабочем порядке решаем все вопросы. Можно обратиться либо напрямую в администрацию, либо через ТОС и подать заявку. Можно обратиться непосредственно к своему депутату. Они тоже принимают активное участие в формировании заявок. В Самарском районе ведутся работы и по вывозу крупногабаритного мусора, санитарной обрезки и ликвидации аварийных деревьев. Летом новой задачей поддерживать дворы и улицы в чистоте, продолжать уход за территориями озеленения и стричь газоны. Действительно, самое прекрасное в нашей жизни – это вот цветение, так это красиво. И вот действительно, Самара наращивает объемы и будет цветущим городом. Хотелось бы, чтобы Самара была одной из самой красивой, благоустроенной, цветущей, городов по Волжье. И чтобы наша набережная не была равных по всем, значит, поберегам Волги. Да, да уже, наверное, так и есть, потому что действительно у нас одна из самых красивейших набережных. Осталась только четвертая, по-моему, очередь, да? Да, четвертая. А сейчас вы, кстати, работаете с набережными по озеленению или нет? Или это отошло от вас? Нет, уходные работы проводят сами набережные. А цветы в прошлом году высаживало наше предприятие согласно договору. По цветам, да. Ну вот, наверное, и еще раз сказать горожанам, чтобы они тоже берегли все то, что вашим трудом сделано, чтобы все мы этому вместе радовались. Спасибо вам большое за участие в эфире. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»